Всем шалом! Мы попробуем с вами восстановить хронологию событий жизни Авраама, нашего праотца, вкратце, а также приведем малоизвестные факты о известных людях и событиях. После союза между частями и четким обещанием Бога о том, что Авраама будут свои дети, Сарай стал обдумывать план о том, чтобы взять Аврааму на ложницу. Авраам согласился на это только после того, как сам Бог вмешался и повелел послушать жену в этом вопросе. Таким образом, в 2033 году, в возрасте 85 лет, Авраам женился на Агарь. Это было через 10 лет после возвращения в Святую Землю. Именно столько она училась у Сарай. Агарь была лучшей и любимой ученицей у Сары. Первый ребенок Агарь был выкидышем из-за конфликта с Сарой. Агарь подумала, что ее убьют и убежала. Тогда она и потеряла ребенка. Только явление ангела убедило ее в том, что Сара не собирается ее убивать. Вернувшись, она забеременела от Авраама еще раз. И именно тогда родился Агарь. Кстати, душа Агарь потом реинкарнирует в маму царя Давида. В 2034 году, на 1986 году жизни Авраама, Агарь родила ему Ишмаэля. В возрасте 99 лет Авраам сделал обрезание. Это произошло 13-го Ниссана, в Шаббат, Агадоль, в тот год. По другому мнению, это произошло 1-го Томуза, по третьему мнению в Росшана, по четвертому в Йом-Кипур. Это произошло в 2047 году. Он сделал обрезание не только себе, но и всем мужчинам в доме. Ишмаэля на тот момент было то ли 12, то ли 13 лет, по другому мнению. Именно тогда Авраам перестал быть Авраамом, а стал Аврагамом, а Сарай было дано имя Сара. Он впервые собирался праздновать в Песах, не в честь прошедшего исхода, а в честь будущего исхода своих потомков. А так как пасхального барашка нельзя есть без обрезания, поэтому, собственно, обрезание произошло именно тогда. Ангелы пришли к Аврааму 15-го Несана на утро после пасхального вечера, поэтому он и Лот позже кормили их мацой. Выходит, что ангелы гостили у Лота в ночь 2-го дня Песаха, то есть 16-го Несана, а на утро 3-го дня Песаха, то есть 17-го Несана, произошла катастрофа. Имена ангелов, пришедших к Аврааму, Михаэль, Гавриэль и Рафаэль. После визита к праотцам Рафаэль вернулся на небеса, Гавриэль уничтожил с дома Амору, а Михаэль спас Лота с дочерьми. Последние двое ангелов, Гавриэль и Михаэль, вернулись на небо только во время сна Якова через много лет. В день, когда пришли ангелы, произошла аномалия. Солнце вышло из своего футляра. Эта аномальная жара была в тот день по всей земле. Авраам бегал не только за гостями по этой жаре, но и за барашком, добежав аж до Маарат Махпила. Именно тогда он нашел эту пещеру и увидел могилу Адама. Еда, которой Авраам кормил ангелов, сгорала внутри них и приобретала статус жертвоприношения. Катастрофа в вздоме произошла через 52 года после крушения Вавилонской башни. И была продолжением череды землетрясений, в результате которых разошлись материки. В то время было много катастроф в этом регионе. Климат резко менялся, что объясняет также и все засухи и голод на исторически плодородных землях. Землетрясение было не только в районе будущего Мертвого моря. Оно потрясло множество стран на протяжении всего Великого Африканского разлома. Погибало множество людей в результате этой катастрофы, не только в Кнаане. Авраам пошел провожать ангелов и после того, как проводил, стал молиться за сдом и амуру. Почему он остановился на 10 праведников? Он остановился, так как знал, что Ноаху не хватило одного всего лишь для избежания потопа. Ноах, Наама, Шем, Хам и Яфа с женами. И если считать еще и Ога, то это было всего лишь 10 человек. Одного, значит, не хватило. Авраам думал, что если Лот с женой плюс 5 дочерей Лота и трое зятьев, должно получиться 10 праведников. Их заслуг за гостеприимство должно было хватить для предотвращения всей этой беды. Когда же Бог Аврааму сказал, что и их там нет, Авраам понял, что что-то пошло не так. Ведь мы знаем, что спасся только сам Лот и две незамужние дочери. Как-то произошло, одну замужнюю дочь по имени Палтит казнили за доброту бедняка, которому она помогла по доносу ее собственного мужа. Жена Лота, ее звали Эдит или Ирит, тоже донесла на мужа. Именно так горожане узнали о гостях в их доме. Поэтому жена превратилась в салон-дляной столб при бегстве. Остальные замужние дочери с детьми не разделяли вообще идею ни Лота, ни Авраама. И все они погибли, не поверив Лоту и Ангелу. В доме традиционно проходили парады гордости и всячески костюмированные карнавалы, переходящие в оргии 4 дня в году. Они как раз приходились на время начала весны. Во время них никто не имел права отказать в утехах другому жителю города. Поэтому Лот предложил своих дочерей отпустить на этот парад в надежде на то, что горожане на этом успокоятся. Но горожане оказались идеологически принципиальными. Они хотели именно гостей. После того, как самые высокоразвитые города региона погибли, Авраам понял, что изменятся и торговые пути. Переселился в Грар. Там жили филистимляне. Они были смесью греков, крита-минойцев и местных канонеев. И были цивилизации с очень высокой и высокоразвитой культурой. Поэтому Авимеллах так сильно возмущается, когда узнает, почему Авраам соврал на тему родственных отношений с Сарай. Через 4 месяца после переселения в Грар Сара родила Ицхака. Выходит, что Авимеллах похитил Сару уже беременной. В отличие от фараона, Авимеллах царь Грара не выгнал их со своей земли, а выплатив компенсацию, пригласил их поселиться рядом и всячески проявлял радушие к гостям. 27 лет целых Авраам прожил в Граре. Традиционно считается, что Сара забеременела в Рошашана и родила Ицхака 15-го Несана 2048 года. Ровно через год после визита ангелов и их обещания. Ицхак был точной копией Авраама, чтобы никто не сомневался в том, кто именно его отец. Потому что узнав о беременности Сары после пребывания в Авимеллах, начали ходить разговоры о том, что отец ребенка в осени Авраам. Аврааму на момент рождения Ицхака 100 лет, а молодой маме Саре 90. Авраам готовил праздник, посвященный рождению Ицхака 2 года, пока Сара кормила сына грудью. К этому времени Авраам привез и отца Тераха, и брата Нахора из Харана на праздник вместе со всей их большой семьей. На него были приглашены также многие важные люди, Шейм, Эвер и все их ученики, Ишколь, Мамре, Анейра, другие местные семиты и монотеисты, а также Авимеллах и многие из местных правителей. Единственное получилось, кого не позвал Авраам на этот праздник, был сам Всевышний. Некоторые комментаторы считают это большой ошибкой Авраама. Он в радостных лопотах забыл поблагодарить Бога. Они же считают, что последующая просьба принести Ицхака в жертву было следствием именно этой ошибки. По этим же мнениям Авраам наутро после праздника отправляется приносить жертву своего двухлетнего сына. Но есть и другие мнения, что Ицхаку на тот момент, когда его приносят в жертву 10 лет, 12 лет, 13, 15, есть мнение, что даже 26 лет. Но основным же считается, что ему на момент приношения целых 37 лет, Аврааму соответственно 137. Когда Ицхаку было 5 лет, он с братом Ишмаэлем поссорился. Ишмаэлю на тот момент было 17. Ишмаэль утверждал, что он главный наследник отца, потому что он, как и отец, сделал обрезание в осознанном возрасте. Ицхак ответил брату, что он готов даже умереть ради дела отца. Ишмаэль потребовал доказать это, и Ицхак чуть не погиб. Трагедию удалось предотвратить, но после этого в семье, конечно же, разразился скандал, который закончился тем, что Ишмаэль и Агарь, мать Ишмаэля, изгоняются из дома Авраама. По другому мнению, Ишмаэль стал, как бы в шутку, целиться в Ицхака из лука. И даже выстрел не попал в младшего брата. Это увидела Сара, и поэтому, собственно, вся эта история началась. По третьему мнению, Ишмаэля нашли египетского идола, о котором знала его мать Агарь, но не стала делать ему замечания, за что и было изгнано вслед за сыном. Сара настаивала на изгнании, несмотря на сопротивление Авраама. И только вмешательство Всевышнего смогло заставить его выгнать и жену, и ребенка. Только обещание Творца позаботиться о сыне убедило Авраама расстаться с Ишмаэлем и с его матерью. Авраам, как смог, снарядил жену и сына и проводил их. Агарь решила вернуться в Египет к отцу, к фараону, но уже не смогла жить среди египтян с их нравами и идолами, потому что уже бесповоротно изменилась в доме Авраама. Она лишь взяла там своему сыну невесту из знатных египтянок, после чего они вместе отправились в Аравийскую пустыню. Девушку звали Рива или Мариса.